Девушки отдыхают Это дерево называется бумажное Вот сейчас посмотрим почему Оно сбрасывает Его использовали как бумагу Вот здесь побольше При переработке уплотнения Можно стоить как бумагу Папирус такой Папирус? Бумажное деда Крикольно Хороший дерево Очень красиво Его еще называют Сидрино Потому что его караб похоже на кедровое Похоже Лишь похоже Не пахнет Бумажа Не пахнет Пахнет только бумагой Пахнет Это то что здесь Вот возле места Он резко вздыбливает иммунитет Знаешь что делает? Сотребает яд со спиной лягушки И делает укол сюда Или сюда Не укол А счищает нервное Обнажение нерва Небольшую царапинку делаю И наносит яд У тебя начинается сильное опьянение А после опьянения Через час У тебя начинают резко Все вот эти вот твои клеточки Начинают обновления И в течение буквально недели У тебя вздыбливается иммунитет На невероятной высотой Никакая болезнь Не охладит просто-напросто Это лягушка Они до сих пор этим пользуются Называется ритуал Камбу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Назвали это протокладкой То есть предыдущая кладка Которая не доведена до ума Впечатление, что с этим камнями Что-то должно было сделать С другой стороны Я не видел фото Которые чистые кладки В начале второго века Не нашел ни одной Сделали ли это реставрацию С помощью машины Или это древняя протокладка Мы не знаем Вот настоящий Начинается Потому что Некоторые камни Вызвели так Как заготовки для будущего Поплавления И подбулки Мы начинаем Мы назвали условно Это протокладки Если я найду Фотки Этих камней не было еще Но сделали в наше время С помощью машин А вот это Вот настоящие Камни валяются вокруг Видимо много Но еще раз повторюсь Найду фотки Если когда-нибудь Расчисткой этой местности Скорее всего Выглядело Она по-другому Этой дорожки не было Понятно Ну понятно Здесь все валялось Это Вон части блок Еще расставлены Для красоты Но идем дальше Там сейчас начнется Что-то совершенно невероятное Как это место называется Тамбомачай Тамбомачай В переводе с кетчу Грот Ага Грот Но от грота Ничего не осталось Опять-таки Сейчас вы увидите Гигантские ниши Которые Обрамлены ручьем Вот И Эти ниши Всегда направлены В 95% случаев Направлены Во внутреннее помещение А его и здесь нет Внутреннего помещения Но оно видимо было И вот Все что от него осталось Мы сейчас увидим Поэтому и был грот Возможного Но случайно Это название Очень старое К этому месту привязано Его не меняли никогда Как было Так и осталось А они сейчас называют Это Банью с гель инка То есть Это Где инка мылся И пил воду Но это чушь Потому что Таких мест Видимо было очень много И Это Все связано Со звуком Акустические эффекты Связаны С водой Ветром Вот Я про куски Кое-что сейчас напомню Еще очень интересно Когда Я собирал Легенды Про куску Однажды Я нашел Такую легенду Интересную Что куска Был поющим Городом Я спросил Как это может быть А мне сказали В верхних частях Вот этих Наклонных зданий В форме Сеченную пирамиды Были сделаны Отверстия Которые Утром И вечером Задувал Сильный ветер И эти Отверстия Звучали Наподобие Того Как Вы бутылку Полуполусную С водой Наклоняете Против ветра И нагудить начинает Город Гудел Это значит Акустический эффект Вот смотрите Обвалилась Эта часть Стенки И появилась Там вот эта Еще я обнажил А там ничего нет Все А вот эта вот Стенка Огораживает Огромный Бесформенный Камень Который Внутри Находится Очень странно Ну поднимемся А оттуда Будет хороший Фонарам На это место То есть они делали Сначала Вот это Получается Да Как бастион Какой-то Бастион А сверху Просто Обкладывали А сверху Еще и красиво Так вот Обложили Да Странное Странное Что-то Получилось Ага А вот А что Этот бастион А из чего он сделан Материал Похоже Это бетон На бетон И похоже Что это Реставрация Реставрация Похоже И тогда Возникает Возникает Зачем Она нужна Там С другой стороны Бетон Уходит За эту стенку Которая не Увалилась И поэтому Непонятно Я То есть мы туда Подойдем Обычно я ищу Ищу старые фотографии Да мы туда подойдем Можно Ищу старые фотографии Чтобы обнаружить Так это было До того Как реставрация Началась По поводу Там Обмочает До сих пор Не найдено фотографии Нигде Все остальные места Я нашел Интересно Вам будет Посмотреть И потом фотографии Старые 1911 года Мачклевчо Посмотрите Обязательно И почему Грот Называется Грот Он мог быть Если это место Было закрыто То есть с этой стороны Тоже что-то должно быть И видимо Это остатки Части конструкции Здесь И возможно Что была Крыша Да Предположительно Что здесь Где-то была крыша Рядом с литой Потому что Вот эти помещения Всегда глядят Закрытые помещения Чего-то здесь Не хватает Где грот Его нет Вот они Гигантские ниши И они звучат Они гудеют И они так же выглядят Они выглядят точно так же Точно так же Наклон Все то же самое Технология Вся та же самая Очень интересно Причем Природная скала Смотрите Как обрамлена Интересно Внутри Проходит еще Целый ряд камней Вложен Прямо в скалу Они все Учитывали Это вот Учитывание Природных форм Горы Оно сработало Здесь именно Вот пирамида Такого рода Это пирамида Никуда от этого Не деться Бессмысленность Кажется Ведь это не жилье Ладно бы жилье себе строили Так нет же А вот настоящие Как выглядят ступени Кстати На Мачу-Пикчу Были Там же были Настоящие ступени Которые сохранились До сегодняшнего дня Вот И они огромные Они правильно выточены Правильно сложены И здесь вот Сохранены Не разрешают подниматься Сюда Но это не все Самое интересное Во всей этой истории Что если мы сейчас Поднимемся туда Вот в той точке Вот взглянете Вдоль реки В эту сторону И вы увидите Что горы С этой и с той стороны Обложены Кладкой Древняя кладка Посмотрите Пойдем Пойдем Это за пирамидой Раньше Пять-то давно Мы здесь на лошадях Заходили И выходили На лошадях Все сейчас запрещено Да-да Ручей Видимо Лошадях Как-то Морочью Очень Послушайте Давайте Морочью Прямо Отл reun ничего нет на его обложили я предполагаю что здесь было идти у лотана то есть привить солнце поэтому мы обложим странные отреки вот это ни к всему не гордо он чужой камень здесь валяется он уже прос возможно чтобы не оползла почву они забывали уже в наше время скорее всего я предполагаю что это так и было вот но что прикрывает собой как сказал то есть это хорошо залив должен быть он до сих пор идет вам до сих пор то есть это полностью идет это современная очень похожим но ведь 50 до нас мы предположим что они камни здесь облили туда и понятно закрепили нас эти случаи все обваливаться что у той кладки несколько для чего расход можно посмотреть вон там лишь хорошо есть еще один интересный момент кладка иногда бывает двойной они идут в два ряда между ними зазор в виде засыпанного щебенки и песка но не скрепленного он свободны болтающийся там щебенка и песок впечатление что это опять таки вот эта кладка связана сама по себе с вибрационным какими-то процессами звуком вот но это пока предположение потому что собственно говоря мы обнаружили звук только в нишах а как это было на самом деле когда все было идеально построено был весь когда крыши были когда золотом все было украшено не знаем интересно что некоторые угадывают какие-то рисунки в камнях как барельефные рисунки до что в камнях создают что-то рисунок или на самом деле а если поставить тысячу точек на листе ватмана то воображение нарисуйте или и там рисунок много и то же самое может быть и здесь но то что это гораздо ощущения нет реально в том что оттуда шелок ведут ведущими развалина его людьми будут я покажу и там не отвечает волки камни будем а оки с чего-то идет Их очень много, пирамиды, пирамиды. Там есть это тоже входы в туннели, тоже такие заброшенные, засыпанные, все, все, уже не проберешься. Вон там видно хорошо сохранившиеся ступени, а здесь это уже более порошенные. И прямо это вот привязано именно к ручью. Иногда в ручеях, я по некоторым ручьям ходил, весь ручей выложен полигонал прибыл. Звук? Ну звук, чтобы берегание не было, но раствора нет, скрепляющего. Непонятно? Но полигоналка, она действует как скрепляющая. Да, она сеть неустойчивая. У нее есть секрет еще один о полигоналке, что у них есть так называемый подвижной фундамент. Когда землетрясение начинается, вся кладка двигается вместе. Катится, на маленьких камнях она находится, мы обращали внимание. А когда заканчивается, все возвращается на свое место. Как раз мы обращали внимание, что большие камни, и полигональные, и тяжелые стоят на маленьких камнях. Видно? Угу. Угу. Как это видели? Кто-то очень хорошо изучил вибрационные процессы, если такую кладку создавали. Потому что подвижный фундамент, это необычное явление на самом деле. Это надо изобрести было. Надо было увидеть это, услышать, узнать. Безрастворная кладка ставится вот на такую штуку и сохраняется при любом сильном землетрясении. А, есть еще один момент. В 1585 году, по-моему, уже 50 лет после завоевания приблизительно, ударило сильное землетрясение по Куску. И Куску развалилось. Все, что построили испанцы, было развалено. А все, что было полигональной, осталось. И когда это увидели, тогдашний архиепископ Куску сделал объявление, что теперь, с этого момента, все вельможные дома для главных испанцев будут строиться на основе только полигональной кладки. И вы сейчас увидите, когда мы в Куску пойдем тоже, вот, увидите, как испанские дома стоят на полигональной кладке. Это очень интересно. Это совсем необычно. Там видно, там где этот... Где-то 12-еугольный камень. Да, да, да. И они поставили на эти дома и больше не разваливалось ничего. А так они сами начали разваливать эту кладку. Им нужно было для своих домов, построек, брать камень где-то. И они его очень подробно разбирали. Вот. Для себя. А когда увидели, что землетрясение не разрушило остатки кладки, они поняли, что нафиг разрушать. Да. Да давайте будем так. Не знаю. 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 Какая красная кладка. Да. И пищит по-другому. Он не чирикает. Он пищит. 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 А вот. Вот. Остатки агритута. Вода подходила прямо сюда. Они называют это крепостью Пука-Пукара. Красная крепость. Потому что якобы здесь красная земля, но просто назвали Пука-Пукара. Пука-красная крепость. И опять-таки мы будем сталкиваться повсеместно. Это наклон стен. Все в порядке. Кроме одного. Не крепости это. Потому что стоит забраться на самом верх, что мы сейчас можем сделать. Дело. И там нет никакой защиты. То есть если тебя будут вышибать оттуда, то у тебя даже голень не прикрыта. Ты стоишь просто на обнесенном полигоналкой холмом. Вот в чём дело. А здесь, думал, будет камень. Здесь должен быть закладываться камень. Нет. Я знаю просто, где сохранился. Если на теки кайков поехать, я вам не просто показал бы, который сохранился, закладывал бы, а который до сих пор закладывает вход. Он просто встал, он его вытащит, и он небольшой, он подогнут правильно, его не вытащишь оттуда. Но это вход. А эти блоки побольше были. Здесь вес, наверное, 2 тонны был как минимум. Он был выше? Да, он просто выше был. А, кстати, если сделать расчёт, посмотреть, да, если сделать расчёт и посмотреть, какой низ и какой склон, можно знать, какой высоты было. Естественно, да. Расчёты делаются. Я пытался... И какой высота была? Нет. Здесь я не делал. Я делал в куске. Там есть место, где я пытался рассчитывать. А высота... Я рассчитывал визуально, какой могла быть... Потому что если это по конечной делать, ты высчитываешь по конечной точке, когда 2 наклона стены соединяются в одном точке. Вот так вот, да, рассчитываешь. И, исходя из этого, ты высчитываешь, где должна была остановиться форма высечённой пирамиды, высота... Да. Размеры пирамиды можно по окну вычислить. Можно. Их надо совмещать. Совместить окно, да. Совершенно верно. Я покажу сегодня место одно, где можно вычислить. Здесь пуску пойдём. В принципе, нужен лазерный этот самый измеритель хороший. Но у меня дома есть валяется. Смотри, как интересно сделать. Видишь, скалы разделены на две части квартиры. Но ты посмотри, что они делали. Я помню. Здесь загородки нет, значит, ходить можно. Можно. Но все остальные везде. Смотрите. Смотрите. И вот они, это дырки для стока для воды. Вода спускалась здесь. то есть одновременно дренажной системы одновременно звуковые эффекты все все одновременно а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Почему они говорят Крепость типа подходы защищала Что ванки шли Ванки птичут с гор Спасались оттуда и шли на куску Дом Павла в Сталининграде Не было крепости Его превратили в крепость бойцов Это тоже можно было сделать, но это не крепость изначально, да, то есть там жилой дом, а здесь что-то другое. Защищать можно все, что угодно. Вон там заход, наверх, и заходить можно пройти, но пойдем лучше к туннелю. К туннелю. Не, маляю. Маляю. Его уже тащили маленькие человечки. Все? А я думал, тебя маленькие человечки утащили. Видишь? Ничего не защищает, но никакой защиты нет. И нет смысла, и жилья нет. И сидеть там, ждать противника, и тебя осадят, и что ты будешь делать там? А пойдет град, и дождь, и молния, и все это должно быть. Противник только радоваться будет, когда спустят. Ну, подождем. Мы сюда. Вот здесь по лесенке и налево. Найдут. Тём, к туннелю. К тому, что от него осталось. Запечатанного. Ну, он как бы обвалился там, да? Обвалился нарочно, как я так полагаю. Вот он. Смотри. Ага. Там полон. Заходите. Досень-досень. Видно, да? Так они и выглядели, для входа. Ну, пойдем. Некоторые входы были обработаны, и некоторые нет. Где, как? Сейчас. Пойдем туда. Ну, пошли. Пошли в туннель. Для всех поднимите. Принято. Маленький. Маленький. Скорее всего, он не был маленький. Такое образование, что стать хоть не было. Скорее всего, вот эта земля, которая под твоей ногами, она их забила. Да, земля если раскопает, то будет глубже. Может быть, даже там ступеньки есть вниз. А мы только смотрим. А, там еще поворот есть? Есть. Надо раскатывать. Шкаф-сарап серенькая ручка. Там проход, видимо, был глубинный. Большой туннель сбил вниз под эту постройку. Серьезно? Угу. Да, я еду. Мазь, а посмотри, как... Мазь, иди сюда. Смотри, как красиво. Вот. Только включено вот это вот. У меня включено. Смотри, там на траве, там кусочки этого... Ну, росы. И как бриллианты светятся. Здесь очень много ступоломы. Иди сюда. Иди сюда. Я тут. Угу. Что тут? Что тут такое? Помоги мне. Смотри. Смотри, вот смотри. Смотри. Вон. Роса, как будто бриллианты. Ты смотришь? Вон, да? Вот, да, роса. Вот. Вот смотри, вот. А, да. Красиво? Ага. Можешь туда посветить? Куда? Воду. Ну, тут нету. А здесь нет, потому что там вода, а вон там лишь наверху земля. А тут, вот тут. Вот тоже земля. А там камни, видишь, она брушилась. Видишь, куски камня валяются. Если их расчистить, то можно, например, залезть внутрь, покопаться. Можно, давайте, а там там, после за поворотом, вот посмотри, залезь-то, когда я тебе покажу. А что там? За поворотом, есть поворот туда, в ту сторону. Смотри. Хочешь, залезать? Ага. Вон. И куда это уйдет? Не знаю, под гору, может там поворот, и дальше, куда-то в другое место идет. Ой, я тоже могу залезть. Я туда могу залезть. Я знаю. Хочешь залезть? Нет. Хорошо, ну пойдем выходим тогда. Это не так сказать, не так. Хорошо. Ой. Вылазь, Маська. Смотри, там пухло. Там не спрошили. А здесь еще что-то есть. Ну вот, я нафиговала. Просто все зеленые, так и зумрудные нет пока, да? Ага. Ты не только развернуть леха, это не трезь, это не трезь. Да. для чего связаны со звуком или у них такое понятие о красоте было но бессмыслица в том заключается что эта цивилизация не строила домов для себя получается у них нет домов из полигональной кладки у них есть здание которое связано со звуком и более нету ничего так можно и жили под землей может эти туннели как раз это их дома изображение змей сегодня постараюсь показать вам это змейные барельефы не вкладывали усилия в домах нет они могли жить под землей вот эти вот туннели это может их дома как раз они жили с другой стороны смотрите вот эти ступеньки вот ступени вот эти они под нашу ногу в общем-то по большому счету будет интересная подкладка тоже разрушился и вот они в выемке везде вставлены были камни то есть когда-то это все было обложено полигоналкой это было очень красиво должно быть опять мы видим видите да это символика подземелья вот мы не видели подземелье увидите вот такие мишки маленькие так а если даже даже если взять вот провести диагональ как раз он идет подземелье где вход конечно так вот он попросил к стрелку казани может быть и вот то что у них были такие перекладины для входов говорит что у них и перекладины были которые делали потолки а не то что крыши салонами как не нравится преподнести не на что были солны пришли туда же потом когда потом потом когда ты развалилась до печатали стали как это можно быть зачем это делать уже усложненка никакой смысловой нагрузки на то есть и в это даже если была крепость зачем вот это делать она защищает эти камни а этот проход для воды а может быть проход был туда коридор из камней теперь не догадайся только только мочи пищу есть еще место где столбики стоят круг да да мы видели это да карзан надо в ходе на двери а возможно здесь и был столбик он сломан вот он же он же есть он есть дай вот он вот он вот вот он вот и вот он столбик все это какая-то символика столбики мы не я так и не понял что это такое я знаю только про миссии вот это сейчас красиво вот когда не закругляет так это безумно твоя тварь как и волнует мистер уникальная напрямую разрешение таком среда окруженную все полигоналка и ручьем дороги не было тогда гораздо многое поломал конечно видно судимость нас когда же дар она разломана дорогой гаррифонтинад то же самое на нем потом класс в той горы как раз вода текла сюда дорога все повредило это бетонные современные бетонные плиты скорее всего здесь вода где-то источник с водой разбитыми поэтому да вода там снизу она как раз действует текло вот жалко цена загородка эти самым блоки которые здесь лежали внутри 1 2 3 1 цвета не это откуда свалилась по двум сторонам она вытекала что оттуда и потом растекался вон как раз по двум странам мистика этих мест просто от них ничего не осталось кроме таких стен и туннель или надо искать на туннелях скорее всего и кроется расшифровка секрет этих вещей точно точно как раз двух сторон стекала вниз здесь был бассейн а чай это же один превращался в 2 2 точно а потом раз а потом могло быть три потому что они число кубаначи тоже знаю ну да вот как раз один отвод 2 прямо на скорее все здесь был еще еще один был старик все так это не ступеньки от конечно здесь вот красный муштик а вот же нас как вот вот как раз-два стекал вот стекало 3 должен быть должен они знали числа кубаначи я знаю места где они отображали число 1 следующий шоу 1 потому что 2 потом идет 5 немножко 2 сюда и третий сбок уходил вот как раз вот этому и потом видел 3 в этом 3 2 1 2 потока третий поток сюда он здесь вытекал он через этот вот один был заказа каюты цивилизация красиво вот это хотел бы увидеть как все было как это случилось со мной сройными напитками я видел их целыми представляешь безумной красоты все это было вот эти плиты кто передо мной полумесяцем выдавал и заливал золотом иероглифы это было что-то с чем-то наверное так оно и было то есть так что если за эти здания сверкали золотом они первые две недели по хроникам испанским священники внушались что совсем обурели от золота говорили они испанцы отливали золотые подковы и проигрывали друг другу в кошке как две недели после завоевания вкуса самыми богатыми бельможами всей европы тогдашней нищие совершенно конкурсовер и самым богатым людям идем дальше вы смотрите наш канал вам нравится наши фильмы ставьте лайки обязательно пишите комментарии пишите что улучшить наших фильмах как сделать наш канал более интересным и подписывайтесь на него чтобы ничего не пропустить всем привет